сегодня находимся в городе пушкин практически царское село известные места тестируем трактор него mt1 уберем колышки которые тут торчат и все это а может мы его назад бюджет всем привет вы на канале мастер форум с вами тестовая команда потребитель сегодня находимся в городе пушкин практически царское село известные места и здесь мы тестируем трактор него mt1 компания красный октябрь него в этом году выпустила первую для себя моделя универсального трактора он и садовый газонный он и коммунальный и вот он собственно говоря уже реальная даже не 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 модель а реальный образец будем косить траву вот то что у нас на заднем плане и попробуем как он тянет груз коротко расскажем об основных особенностях трактора подробная информация будет статье ссылка на статью в описании к видео здесь же двигателя бриксон stratum xr 2100 15 лошадиных сил мощностью 420 кубиков стабильно заводится в любую погоду моторесурс заявлены до 1000 часов естественно с электро запуском хотя есть и возможность ручного но планируется что работать будет электро редуктор весьма основательный солидный в чугунном корпусе штеренчатый цепной дифференциалом повышенного трения три передачи вперед одна назад скорость движения от 2 и 9 до 10 километров в час вперед и 2 и 4 километра в час назад все операции как положено осуществляется с места водителя вот например регулировка высоты кошения дека опускается вниз вот этим рычагом и поднимается им же а здесь мы выставляем ограничение высоты стрижки травы сзади скоба такая же как на мотоблоках мб регулируется высота кстати тем же рычагом которым устанавливается высота кошения на газонокосилки то есть опять же все с места оператора что естественно удобно скобу можно от отсоединять этого рычага чтобы она была в одном положении внизу вот так вот и зафиксировать чтобы не болталась это используется например при буксировке прицепа прицеп кстати к этому трактору уже есть так смотрю на счетчик моточасов уже больше десяти часов машинка накатала ну видимо тестируем не только мы есть ручник стояночный тормоз мы уже экспериментальным путем установили что редуктор его не замечает то есть на склоне например он держит трактор нормально а вот если трогаться на ручнике то машина идет как будто и не видит его вообще неплохо было бы наверно какой-нибудь индикатор на будущее предусмотреть тоже точно будут кататься на ручнике есть фары это очень хорошо машинка то предполагается для работы в любое время года в любое время суток коротко функциональных возможностях трактора расскажешь лучше пусть тот кто этим занимается иван орешина инженер-конструктор компании красная октябрь него вот ему этот вопрос зададим иван что трактор может делать сейчас и что будет с крым так на какие операции рассчитан там может быть в будущем спасибо за вопрос сейчас с одном трактор снова газонокосилка сам по себе садовый трактор предназначен для выполнения коммунальных и сельскохозяйственных работ что касается коммунальных спереди будет расположен такое активное оборудование как снегоуборщик щетка лопата отвал то есть все эти операции он будет выполнять сзади на тракторе установлена скоба типа мб наш трактор адаптирован для работы со всем спектром пассивного навесного оборудования такие как плуги окучники и так далее вопрос плуги окучники подходит от мотоблоков ваших или они будут отдельно под трактор выпускаться да они полностью адаптированы высота скобы находится на каком же уровне как и на мотоблоке то есть здесь у человека есть уже там условно мотоблок с этим плугом то плуг ему отдельно под трактор нет нет все это адаптировано отлично также сама снегоуборочная навеска своя отдельная да для каждого изделия представлена собственная навеска например для газонокосилки это специальный бампер нижний фронштейн для снегоуборщика например снизу будет проходить рамы которым будет крепиться но она вся будет поступать комплекте то есть покупать снегоуборщиковый он полностью сразу будет вставать на трактор то есть условно почвообрабатывающую подходит от мотоблоков а все остальное это отдельно будет отдельная навеска именно для трактора активно все отдельно отлично спасибо настало время испытать трактор в работе будем косить вот эти вот угодья мы сейчас на территории санкт-петербургского агротехнического университета точнее опытного полигона этого университета и вот то что вот здесь вот этот участок это луговая трава разного уровня там где-то косили здесь еще не косили видимо вот там сказали что это все можно скосить так что сейчас мы уберем колышки которые тут торчат и все это их подметем есть порядка 700 750 квадратных метров посмотрим как быстро мы с этим справимся погнали ну погнали косить вот и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам понадобилось чуть больше часа, чтобы скосить это поле. На самом деле, то, чем мы здесь занимались, это инструментальный судовый вандализм. Потому что эта газонокосилка, она не предназначена для такой густой, высокой травы. Мы работали, естественно, в режиме жесткой перегрузки. Но при этом, где-то выставив высоту кошения на максимум и захватывая не полностью, а частично, удалось подобрать режим, при котором она нормально работает и, в принципе, вот это вот все выкосило. Это, конечно, качество не газонного кошения, но это изначально не газон, поэтому здесь претензий никаких не будет. А теперь от вандализма перейдем к хулиганству. Хочется проверить, скажем так, буксировочные качества трактора, а прицепа штатного у нас пока нет. Попробуем дернуть грузовой фургон. А может, мы его назад дернем? Там в горку, там интереснее. Так, теперь нам нужен трос. И понять, за что его цеплять. Ага, вот и проушина. Ну, интересный тест. Fiat Ducato, полная масса, 3,5 тонны. И трактор Нева, 270 килограмм. Субтитры сделал DimaTorzok Я таки не просто на этом тракторе поехал, я еще и Fiat Ducato стырил. Еще раз напомню, что подробная информация о тракторе в статье. Ссылка на статью в описании к видеоролику. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, следите за нами, впереди много интересного. Спасибо. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok